Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол.Та.Жизнь и мы продолжаем с вами кругосветку FIFA 23. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него, собственно, не под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплеи на ютубе. Буду рад от всех там увидеть. Сегодня у нас, конечно, не такие насыщенные матчи, именно по вывеске. Играем против Excelsior, Fortuna и Emena. Команды, конечно, что-то да и показывают в чемпионате. Fortuna можно выделить, она сейчас идет на третьем месте, это единственный такой, ну, более-менее сегодня соперник. Но вот против Emena того же я выпущу ребят, которые, в принципе, ни разу не выходились в этом сезоне у нас. То есть у них в графе матчей ноль. Поэтому такие ребята у нас есть, парочку наберется, поэтому посмотрим на сегодняшнюю их игру. Ну, а сейчас игра у нас против Excelsior. Вот, у нас лидерство в 4 очка. И здесь я все-таки выпущу ребят второго состава, которые минимум где-нибудь там играли. Именно второй состав. Не те, кто у нас меньше всего играл, а вот второй состав. Ну что же, вот таким составом мы выйдем. Поменял только Авилу. Здесь во втором составе должен был играть Ван Оттали. Но решил, что сильно так рисковать прям не будем. Все-таки команда Excelsior неплохо там выступает. Где-то вот на своем уровне. Поэтому просто чисто второй состав. Ну вот усилил немножечко оборону одним игроком стартового состава и первого состава. Ну а вратарь, второй состав вы видите. Поэтому все. Колосин и Фамие сейчас в старте. Колосин несколько голов уже забивал, когда я его выпускал. То есть более-менее в аренде он у нас неплохо отыгрывает. Но вот Фамие, хотелось бы в нем увидеть то, что вот не зря мы его подписали, хоть и подписали его свободным агентом. Составы на шкранах. Поехали. Чемпионат Голландии Херенвен против Excelsior. Интересная игра на сегодня. Готова порадовать обильными моментами. Ну и тем более для главного тренера Херенвена Златана Ибрагимовича. Это отличный шанс посмотреть резервистов. Что они способны. Кто на что гораст. И может быть кто-то действительно после этого матча будет чаще выпускаться с первым составом. Пас на Колосина. Тот отлично на Атья Талаха. Отдает. И забивает Келлер. 14-ая минута. Атья Талаха отдает голевую передачу. Вот Келлер молодец. Он и в прошлом выпуске у нас забивал. Кстати, а где Халилович? Я не увидел, то ли он первый у нас был, так сказать, на ближней штанге. Колосин. Отличие через Келлерта играет. Келлерт. Пошла подача. И вот он, кстати, Халилович. По флангу. И опасный какой момент. И все-таки Ван Дюнкин забивает. Но нам надо делать теперь замены. Оставшиеся 4 замены я сделал. Excelsior забивает. Сравнивает. Отлично. Здесь, в принципе, все сыграли. Немножко с рикошетом не повезло. А так. Ну, при счете 1-1. Естественно, все 4 замены я сейчас сделал. Нам надо выходить вперед. Увидел вот это забегание Ван Эвика. Ван Эвик с мячом. Надо забивать. Надо забивать. И он забивает. Ну, этот парень у нас просто шикарен. Забивает уже третий гол. Играя правого флангового защитника. Даже не латераля, а действительно защитника. Потому что атакующая, вроде как, линия у нас хорошая. Но он находит время и в обороне отыграть. И вот так вот вышел сегодня на замену. На последние 15 минут, когда сделал все эти 4 замены. И забил. И вывел. Херенвен снова вперед. Ходж Дуанг снова через Эвика. Ну, что творит сегодня Эвик, а? Ну, вы посмотрите, а? Что, это еще один будет гол? Нет. Финальный свисток. Минимальная домашняя победа Херенвена. Ну, вот. Попробовали отыграть вторым составом. Если бы не замены, скорее всего, бы так бы и сыграли в ничью. То есть, ну, играть как минимум можно. Во втором тайме, скорее всего, просто наши ребята подустали. Да и в принципе, нельзя кого-то винить в этом пропущенном голе. Еще раз повторюсь. Повлиял здесь, естественно, рикошет. Не было бы его, не было бы пропущенного мяча. Ну, а лучшим, кстати, стал Хорременс. Правозащитник. Эксель Сьора. У него одна голевая передача. Вот. У нас Эвик отлично сыграл. 8-0 оценку он получил. Забил победный гол. А Театалах. Голевая на его счету. Второй игрок по оценке. Кюллерд. Забил гол. И оценка 7-7 у него. И также вот Ходждонг ушел. Нет, он вышел. Да. То есть, получается, да. Театалах на Кюллерд отдал. Ходждонг. Голевая передача. И рейтинг 6-4 у него. Так. Здесь нам Халилович. Пишет. Привет, тренер. Вокруг уже все говорят о том, что вы меня на новую позицию переводите. Я просто хотел сказать, что готов делать все ради успеха команды. Если вы считаете нужным, буду играть как левый вингер. У нас, в принципе, нет вингеров в команде. Пришло предложение по Амиру Исмаилю. Из как раз Андоры. Которая у нас легендарная теперь карьера. FIFA 23. Мы Андору тренируем вместе с Жераром Пике. Кому интересно, обязательно заходите на стримы. Вот. Давайте договоримся. Да, действительно. Без правого выкупа, только и краткосрочное. Если их это усилит, пожалуйста. Так. И у нас здесь кто-то уходит. Сейчас бы вспомнить, кого мы продали. Отдали в аренду. Так. Давайте вот это вот мы и пропустим. Вандервелд. Враков. Мы отдали. Вот. Он зимой от нас уйдет. Молодой центральный защитник. У нас хорошая глубина состава именно на позиции центрального защитника. Тима Заль. Тоже уходит в Мари Тиму. Не знаю, это бразильская команда. Ну вот тоже. Он ушел. Ну замечательно. Двух молодых игроков. Пристроили в команды. Пусть там наберутся практики. Вот эти хотя бы полгода там поиграют. Договорились мы с Андорой. То, что Исмаиля заберут лишь в краткосрочную аренду и без права выкупа. Теперь по контракту сейчас договоримся. Выплате его зарплаты. И на этом все. Все. Они сами предложили 60 на 40. Супер. Мы договорились. И пришло нам предложение по Аль-Хаджи. И Аль-Хадж просто. Хотят забрать в Копенгаген. Интересная датская команда. Вот сейчас с правом выкупа ли его отдавать? Мне кажется нет. Либо я его... Вот просто надо теперь понимать. Как мы его выставляли. Так. Ну мы его в аренду выставляли. Значит без права выкупа. Сейчас попробуем договориться с Копенгагеном. Так же как и вот с Исмаилем. Но она сыграет сейчас против Фортуны. Они идут сейчас на пятом месте. Тоже интересно так их видеть. На верхней части турнирной таблицы. У нас 5 очков лидерства. ПСВ как-то отстают от нас. Но вот посмотрим как сыграем против Фортуны на выезде. Будем играть первым составом. Ну вот вместо Фамие только естественно опять в старте будет Хойч Донг. Состав в наших ранах. Поехали. Снегопад в Голландии. Ну а Фортуна Ситарт принимает Херен Вен в рамках чемпионата Голландии. Вроде это наша первая игра в таких погодных условиях. Ну в любом случае интересно. Не сильно-то тут присыпано. Вот видно на именно аутах много снега. Так что здесь поляну домашняя команда отлично подготовила. И снова момент. Ну вы посмотрите. Сегодня вот это троица Халилович, Хойч Донг и Довбик пытаются что-то придумать. Довбик. Какой отличный пас на Ольсона. И это гол. 13-ая минута. Ольсона отлично пробил с подкрутки. Шикарный пас Артема Довбика. И Херен Вен снова выходит вперед первыми. Ни для кого уже не секрет, что отличным решением для руководства Херен Вена это было подписание Златана Ибрагиновича на тренерский мостик. Доверили этому легендарному футболисту начать свой карьер. Карьерный путь, так сказать. Именно тренерский. Именно вот с такой командой как Херен Вен. Команда не участвует в Еврокубках. Никакого давления со стороны руководства не было. И вот отлично. Ибрагинович начал. Хоть и проиграли Аяксу, но не все же сразу, как говорится. Иван Бек. Иван Бек потерял. И удар какой. И главное, что Ноперт. Уже тут не подмерз под снегопадом. И еще один удар и снова Ноперт. Снова Ноперт. Здесь уже буквально кончиками пальцев достает. Свечка зажигается. И снова Ноперт. Но шикарен. Этот голкипер у нас шикарен. Бочневич. Мимо так пролетел. И Киркес. Но вот это вот ошибка. Здесь ошибка. И Ноперт здесь уже бессилен. Но здесь я не знаю. Я виноват. Либо кто. Давайте посмотрим. Здесь, да, здесь пролетели. Но вот здесь-то. Киркес был первым на мяче. И как-то вот мяч так еще и специально отскочил. Предательски. Вот. На игрока Фортуны. Халилович. Через Довбика. Артем. Развернул. И пробить. Ну вот. Отличный удар. В створ как минимум. Бочневич отлично здесь играл. И можно свою контратаку здесь провести. Халилович. Отличный момент. У него пасует на Хоич Донга. Тот с левой ноги. И Пандур выручает. Но здесь, мне кажется, надо было как-то под рабочую ногу себе. Мяч. Подработать. Не бить. Первым касанием. Но как получилось. Через Халиловича. А сейчас и хороший был удар. Халилович интересно так пробил. Пандур снова отбивает. И отлично. Халилович. Надо забивать. Надо забивать. И забивает Ольсан. Это его дубль. 79-я минута матча. Снова Ольсан забивает победный гол на данный момент в этом матче. И супер. Финальный сесток. И снова минимальная победа Херенвена. Но ребята молодцы. В принципе интригу не убили. Хотя хотелось бы, чтобы уже в первые 15 минут мы забили бы все свои моменты. Но получилось как получилось. Что у нас по XG. Мы наиграли на 4 мяча. Фортуна на свой единственный. Как раз вот и наиграла. У них отлично. Вот были моменты. В начале, перед забитым мячом, там пару угловых у них было. Лучшим игроком стал, естественно, Ольсан. 7,9 у него оценка. И потом идет Довбик. Одну голевую отдал. И также Халилович. 6,9 у которого вот оценка. Итак, Исмаиль сдан в аренду. Он согласился с условиями Андорры. И перейдет туда 1 января на полгода. Так вот, нам уже здесь и пишут. На полгода, да, как мы и сказали. И хорошая глубина состава. Вот руководство. Оценку мы получили. И сразу же приходит соглашение от Копенгагена. Они согласны взять Рами Аль-Хаджи на полгода без права выкупа. Тоже вот замечательно. Копенгаген интересная такая команда. Вроде всегда за чемпионство борется у себя в стране. Поэтому, мне кажется, неплохо было бы Аль-Хаджи там поиграть. А нам предлагает сборная Уэльса. Стать главным тренером мы отклоняем. Сообщение. Вот ходит Ждонка. Я в хорошей форме и прекрасно себя чувствую. В последнее время надеюсь, вы не оставите меня на скамейке в следующей игре против Эмена. Ну, наверное, его тогда мы и выставим. В паре, в нападении вместе с Исмаилем. Которого сейчас в Андорру забрали уже. Такая у нас пресс-конференция. Ну что же, вот такой состав я решил выставить. Здесь есть Аль-Хаджи, который не сыграл ни одного еще матча за Херенвен. Также я поставил Исмаиля. И также два центральных защитника. Ван Оттале и Зааль. Ну и чуть не забыл. Хотел, наверное, всех все-таки подстраховаться. Еще, оказывается, у нас есть Вандервельт. Вот, центральный защитник, у которого тонус ноль. В этих хотя бы хоть какой-то, у этого просто ноль. Поэтому основной вратарь у нас будет. И вот побаиваюсь я сегодня за нашу оборону. Ну, посмотрим. Как минимум все сегодня у нас поиграют. Надеюсь на это. Ну и замены там уже будем проводить. Дождь на стадионе. Домашняя у нас игра. Поехали. Погода нас не радует в сегодняшнем выпуске. Дождь в Голландии. Херенвен против Эмена. Чемпионат Нидерландов. Начинаем. Отлично выводит Исмаиля на бьющую позицию. И пробить можно, но как-то вот то ли срезался мяч с ноги, то ли что. Но прямо в руки голкиперу намертво прилетает этот мяч. Ну вот посмотрим, как сейчас справится наша юная оборона с этим моментом. И попадает в штангу. И слава богу. Просто слава богу. Здесь у нас Келлерд. Аль Хаджи. Удар. И над перекладиной мяч пролетает. Дальний удар. И Ноперт. Слава богу справляется. Через Исмаиля. Здесь уже Хойч Донг. Но до Келлерд отойдет или нет эта передача доходит. Ван Хойч Донг ее отдает. И Келлерд забивает. Ну вот так вот. Келлерд молодец. Это его второй гол, если я не ошибаюсь, сегодня. Первый он забил в первом матче. Против Эксельсиора. Ну а здесь забивает еще и Эмену. Бернет с мячом. Пас в центр. Дальше продолжается атака. Но Ноперт выручает. И сразу же мяч вводит в игру. Здесь Аль Хаджи. Исмаиль на Хойч Донг. А Хойч Донг будет ли голевая от Исмаиля сейчас? Ну нет. Вандерхард справляется и будет угловой. Исмаиль. Отличный пас на Хойч Донга и гол. 2-0. Хойч Донг сегодня сделал эти два гола. Гол плюс пас. Нашего пока что лучшего нападающего в истории именно Златана Ибрагимовича. У него отличная результативность как по голам, так и по голевым. Жаль конечно будет с ним прощаться, когда он идет в свою родную команду. Сейчас он у нас в аренде. Исмаиль. Еще и одна голевая что ли будет у него? Ну нет. Хойч Донг запорол. Мог сейчас сразу же громить Эмен. Бернет успевает. Здесь оборона наша тоже успела. Но вот подбор мы провалили и здесь справляется, казалось бы, наша оборона. Но нет. Мы успели там накрыть тайм финишинг. Вот здесь вот он бил. Мне казалось там и фол дальше, но в итоге очень хороший удар в дальнюю девятку. И снова пропускает наш голкипер. Пока что сегодня ни одной сухой игры у нас не было. И какой момент сейчас Ноперт выручает. Смаиль. Сма выходит Ждонг. И отлично он сейчас Исмаиль это выводит. Отлично. Просто отлично. Хойч Донг. Две голевые за сегодняшний матч. И вот Исмаиль. Забил дебютный гол для себя в дебютной игре. Ну вот. Надеюсь, в Андоре он продолжит свой голевой путь в этом сезоне. Уверенная домашняя победа Херенвена над Эменом. 3-1. Ребята молодцы. Ну и сегодня не зря нас попросил Хойч Донг его выпустить. Гол плюс 2 голевые передачи на его счету. По ИСДЖ мы наиграли на 3 мяча. Эмен на 2. Но у нас Ноперт хорошо отстоял на оборотах. А лучшим игроком, кстати, признан Исмаиль. У него 9,2 оценка. У него гол плюс пас. У Хойч Донг и гол плюс 2 голевые. 8,5 оценка. И вот Кюллерт один мяч сегодня забил. Так, нам приходит сообщение. Кюллерт. Привет, тренер. Вокруг уже все говорят о том, что вы хотели меня на новую позицию. Нет, я не хотел. Какие-то странные разговоры пошли. Ван Эвик. Я хотел сказать, что в прессе меня во все обсуждают. И я немного волнуюсь. Дайте мне шанс доказать, что я достойный играть в этой команде. Ты без проблем. Ты у нас основной правозащитник. И Хойч Донг говорит нам, что действительно ценит то, что мы прислушаемся к нему. Даем играть пока он в форме. Ну и у нас пошло прощание с Аль-Хаджем. Он уходит в Копенгаген на полгода. Хорошая глубина состава у нас. Супер. Друзья, на этом все. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это ожидаем встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok